В Архангельске активно развивается сотрудничество регионального отделения Союза писателей России и централизованной библиотечной системы, объединившей 20 библиотек-филиалов. Главным союзником наших городских библиотек в продвижении краеведческой литературы стало Архангельское региональное отделение Союза писателей России. Этот год был наполнен интересными совместными проектами и существует трехсторонняя неразрывная связь писатель-библиотекарь-читатель. Мы убедились на практике, что результат просветительской нашей общей работы во многом зависит от успешного сотрудничества с авторами. И будущее мы видим в создании долговременных социально значимых партнерских проектов, используя творческий потенциал, которым располагает наша муниципальная библиотека и региональное отделение Союза писателей России. Только в 2022 году в муниципальных библиотеках Архангельска прошло около двух десятков встреч с членами Архангельского регионального отделения Союза писателей России Владиславом Поповым, Игорем Гуревичем, Валерием Чубаром, Олегом Борисовым, Артемом Поповым, Ириной Кимаковой, Сергеем Доморощиновым, Виктором Толкачевым и другими писателями и поэтами. В открытой гостиной «Авторитет имени» Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова писатели встречались со взрослой и молодежной аудиторией, рассказывали о своем творческом пути, знакомили читателей с новыми произведениями прозы и поэзии, в том числе с книгами, вышедшими в издании Архангельского отделения Союза писателей России в серии «Современные писатели». Я уже как-то говорю, что у поэта Александра Попов есть такие строчки, что вся моя биография разошлась по стихам. Так и моя биография тоже разошлась по книгам. Ибо в каждую книгу автор, почти каждый автор вкладывает часть своей жизни, эпизоды какие-то отдельные, события, знакомства и так далее, то есть передавая это через художественную форму. Таким вот образом и получается произведение, потому что на пустом месте ничего не растет, как вы знаете, ничего не получается. Когда, сказал я и отвлекся, и осталась незаконченная фраза. Когда, что дальше, пели соловьи и крики воронья терзали разум. Как тень хватает слова за рукав, без словосочетания одиноко. Когда, что дальше, пенилась река и льза сухо объяла край далекий. Когда, продолжи, провин стань с творцом, наполни жизнью мертвые пустоты. Сто тысяч вариантов на лицо, ни одного не выбрал. Почему? Отчего ты? Когда? Когда б вы знали, как стихи растут из ссора. Голоса иные, да кончат за тебя, раз ты затих. И стлеешь, и они навек живые. А слово одинокое твое исчезнет птахой в пламени заката. Если плакать будешь, и о нем заплачешь безутешникой. Когда? Когда? Пронзительные, искренние и очень теплые встречи с северными писателями прошли в Соломбальской библиотеке имени Бориса Викторовича Шергина с 17 по 21 октября 2022 года, в преддверии ее столетнего юбилея. Акцент был сделан на встрече с детской и молодежной аудиторией. Первая встреча состоялась в режиме онлайн-трансляции с детским писателем из Холмогор Денисом Макуриным. Затем старшеклассники Соломбальских школ встретились с писателем, поэтом и радиожурналистом Валерием Чубаром, председателем правления Архангельского регионального отделения Союза писателей России Владиславом Поповым, писателем Игорем Гуревичем и поэтом Василием Матониным. Живо, искренне, с интересом воспринимали стихи и прозу юные читатели. А библиотеке на безвозмездной основе была передана подборка книг серии «Современные северные писатели» для школьных команд победителей конкурса по истории Соломбалы, который также состоялся в стенах библиотеки в рамках празднования столетнего юбилея. Встречи с северными писателями часто проходят и в других муниципальных библиотеках Архангельска. Октябрьской библиотеке номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова, библиотеке номер 10 имени Федора Абрамова, округа Воравина-Фактория, библиотеке Архангельском Литературном музее. 26 июня, в день рождения Архангельска, в рамках международного книжного фестиваля «Белый июнь» был реализован совместный проект ЦБС и Архангельской писательской организации под названием «Открытая студия. Литературный Архангельск». В этот день на площадке Литературного сквера, напротив библиотеки Архангельского литературного музея, прошли встречи с современными северными писателями из Архангельска, Каргополя, Коряжмы, Пинежского и Плесецкого районов. 19 членов и кандидатов в члены Союза писателей России выступили перед архангелогородцами и гостями города, представили свое творчество и новые книги. Встречи проходили в режиме нон-стоп, когда в рамках 10 минут писатели рассказывали самое главное о себе, своем творчестве, обращались к актуальным темам сегодняшнего дня, читали лучшие свои произведения. В ходе открытой студии организаторы провели розыгрыш книг с автографами писателей, участников программы. Пришедшие на площадку зрители могли также приобрести книги современных северных писателей и взять в них автограф. Праздник украсили выступления творческих коллективов Архангельска. Здравствуйте, дорогие земляки! С праздником вас! С днем города Архангельска! Сегодня прославленный город на Северной Двине отмечает 438-й день рождения. День города – один из самых любимых праздников, которого мы ждем, к которому готовимся. Архангельск – это место, где многие из нас родились, сделали первые шаги, познакомились с миром, приобрели друзей. Это наше место силы, где мы живем, работаем и творим. Региональное отделение Союза писателей России и Центральная городская библиотека имени Ломоносова начинают программу «Открытая студия литературной Архангельска» в рамках фестиваля «Новой культуры Белый и Юнь». Дорогие мои друзья, рад вас здесь видеть. У нас сегодня радость моя еще большая, потому что сюда приехали мои дорогие друзья из нашего литературного сотрудничества. Их так давно не видел. Эти два тяжелых ковидных года, конечно, унесло много-много хорошего, доброго времени от нас. И вот теперь они вместе со мной, вместе с нами, в этом уютном литературном скверике. Сегодня большой праздник. Это очень хорошо. Я сегодня принес вам показать свою книгу, которая называется «Открытой хлебушек». Почему такое название? Когда я был маленький, я не очень-то любил есть хлеб. Бабушка уводила меня порой далеко-далеко в лес по хлебы, по ягоды. А говорила, кушать-то хочешь? Я говорю, нет. Говорит, вот смотришь, смотри, облачки по небу летят. Сейчас рассал упадет на хлебушек, и он будет солененький. И ты поешь. Хлебушек это непростой. Рассиной. И вот этот рассиной хлебушек, соленый черный хлебушек, корочку. Я в этом лесу ел, вместе с малиной или там черникой. А когда приходил домой, маме говорила своей, мама, я рассиной хлебушек ел. Мама бы слушала и говорила, неправда все это. Хлебушек-то лисичкин. А я говорю, все равно. Рассиной. И вот свою книгу и назвал я. Рассиной хлебушек. С 2013 года в Архангельске проводится Гриновский конкурс-фестиваль, организатором и идейным вдохновителем которого был известный писатель и общественный деятель Александр Тутов. С 2019 года у Гринфеста есть второе название – «Остров надежды». Он получил статус межрегионального конкурса и проводится при поддержке Министерства культуры Архангельской области, привлекая к участию самодеятельных и профессиональных авторов из десятков городов России и из-за рубежа. 28 августа в литературном сквере напротив библиотеки Архангельского литературного музея прошел итоговый фестивальный день девятого литературно-музыкального конкурса фестиваля. Были названы победители конкурса в номинациях «Авторская песня», «Поэзия», «Малая проза», «Эссе». Состоялся публичный конкурс поэтов и авторов исполнителей «Серебряный микрофон». Перед зрителями выступили лауреаты Гринфеста 2022. Песни авторов-исполнителей, не приехавших в Архангельск, прозвучали в аудиозаписи, стихи и проза в исполнении членов жюри. Впереди в планах Централизованной библиотечной системы и Регионального отделения Союза писателей России новые встречи с читателями, в рамках которых архангельские писатели представят свои новые книги, и реализация интересных совместных проектов.